Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наш опус по поводу проблем, которые родом из детства, которые откровенно портят судьбу взрослых представителей, в данном случае знака Телец, который мы будем рассматривать. Так что это урок для родителей, которые сейчас воспитывают маленьких телецов, а также для тех, кто может вспомнить свое детство босоногое и решить, насколько гуманны были с ними родители и все ли было благополучно на поприще воспитания. Но прежде чем я перейду к этой теме, невероятная благодарность всем, кто поддерживает канал. Я читаю комментарии, некоторые говорят, что куда она там все деньги собирает. Никуда, на жизнь, на элементарную жизнь, военное время. К сожалению, находясь в состоянии украинских событий, выживать все труднее и труднее. Поэтому, конечно, тут благодарность только вам, что вы мне не даете почувствовать себя совершенно беспомощно. Подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, а также на позицию «Все». Все, это все видео, которые выходят на канале, тогда вы будете видеть, что оно вышло. Ну и помните, что на канале более 2000 видео. Плейлисты, совместимость в любви более 200 видео, корма имени, там тоже огромное количество, сад, огород, кулинария. Все это вас ждет, дорогие мои друзья. И я думаю, что для приятной беседы темы у нас всегда найдутся. Ну а теперь непосредственно к тому, о чем мы говорим. Итак, маленький телец. Заглянем в его судьбу, в его детство. Так сказать, сверим свои компасы. Возможно, вам это тоже будет задним числом послушать интересно. Еще с тех времен, когда телец ничего еще сказать не может, но через эмоции выражает свое неудовольствие, он своих любящих родителей, надеюсь, подтолкнет к мысли о том, что он непростой орешек, и что упрямство у него превыше всего на свете. Как только на него пытаются давить или заставят сделать что-либо не так, громкий рев оглашает окрестности, угомонить ребенка категорически невозможно. Таким образом, он дает понять родителям, что они его передавливают, что от него желают того, чего ему самому сейчас делать категорически не хочется. Поэтому, если вы своего ребенка-телеца считаете изрядно плаксивым, то вероятнее всего, что-то вы делаете по отношению к нему для него совершенно невыносимым. Если его ничего не раздражает и не вызывает его отчаянного упрямства, он достаточно молчалив. А если он постоянно плачет, вероятно, ваши отношения или ваши подходы к нему несколько неверные. Единственным способом указать родителям, что они его передавливают и заставляют его делать не то, что он хочет, это рев, в который он будет пускаться и в самом младенческом возрасте, да и по мере своего взросления. Если он пускается в плащ, это говорит, что терпец его просто закончился. И родителям надо хорошо подумать, правильно ли они строят с ним взаимоотношения. Более того, если ребенок не видит, что родители идут ему на уступки, он становится достаточно психоватым и может даже проявлять попытки физического насилия над собственными родителями, то есть чуть ли не в рукопашную с ними идти, если его что-то не устраивает. Поэтому, к сожалению, дорогие мои, это уже крайняя форма выражения неудовольствия тельца, но в детстве вполне вероятно, если вы, очевидно, не хотите прислушиваться к тому, что ему не мило по разным обстоятельствам. Как догадаться, что ему не нравится? Ну, просто по обстоятельствам. Вы же видите, что вот частный случай, который с вами произошел, довел до того, что он чуть ли не бросаться на вас начал. Значит, что-то вы делаете не так, не подобрали нужный ключик, не достучались до его сердца, слишком подгоняете его, или его упрямство пытается выйти впереди планеты всей. Почему я говорю дорогопашной? Потому что быки, они жительцы, очень быстро доходят до состояния эффекта. И если никакие аргументы никак до родителей не доходят, то остается один. Яростное сопротивление их влиянию на себя, то бишь попытки даже драться. Почему нет? Упрямство – это первый признак того, что вы неправильно строите взаимоотношения с ребенком-тельцом, будь то девочка или мальчик. Во всех остальных случаях, если все гладко, замечательно, и никакого насилия над своей персоной они не чувствуют, они исключительно нежные, любят посидеть на ручках, помизиться. И если ваш ребенок проявляет себя именно так, значит, его все устраивает в ваших взаимоотношениях, ему с вами хорошо и комфортно. Итак, эти дети относятся ко всем взрослым, которые к ним проявляют нежность и заботу, любят посидеть на ручках у всех взрослых, которые в этот момент наличествуют, собственно говоря, в доме, даже если это посторонние люди. Ведь им хорошо и комфортно с этим человеком, он проявляет к ним нежность, заботу, от него исходит тепло привязанности, поэтому в данном случае и тельцы с удовольствием тем же самым платят всем окружающим. Так что окучить любимых своих, посидеть на ручках, понижничать, это для них тоже приятное времяпрепровождение, когда у них на душе нет никаких причин для того, чтобы упрямствовать и упорствовать. Дети тельцы обычно крепко скроены, обладают природным здоровьем, а у мальчиков тельцов быстро проявляются те настоящие качества мужчины, которые должны присутствовать у каждого. Это воля, это справедливость, это благородство. И все это нужно, конечно, в ребенке приветствовать и поддерживать, если мы хотим вырастить, соответственно, человека со всеми знаками плюс, которые только ему дает природа. Мальчик-телец волевой, крепкий, в общем-то, настроенный на то, чтобы поддерживать тех, кто слабее его. Это замечательные качества, которые надо замечать и развивать. Я не случайно об этом говорю, потому что по большому счету это очень важные моменты. Ну а если девочка-телец проявляет усердие по отношению к хозяйственным делам, стремится помогать маме, даже если мама в ужасе от количества муки, которая села на ребенке, когда он лепит какие-нибудь пирожки и прочее, не спешите делать замечания и отстранять ребенка. Таким образом оттачивается будущее хозяйственное мастерство маленькой тельчихи, которая потом во взрослой жизни прекрасно будет управляться и с тестом, и не бояться этого, и кормить свою семью вкусными пирожками. А все заложено еще в детстве, когда вы позволили запачкаться мукой. Почему нет? Не напрасно же были эти труды. Тельцы, по сути своей, куда более самостоятельные, чем все остальные дети. Хотя родители по-прежнему не доверяют детскому взгляду на мир тельца, пытаются его всячески корректировать, но он внутренне имеет стержень, и куда взрослее всех остальных деток, которые еще витают где-то в облаках, а он какие-то житейские практики уже не только поглощает, но и демонстрирует. Доброжелательность и спокойствие – вот те качества, которые умиротворенный маленький телец демонстрирует миру. Он мало зависит от перепадов настроения, с которыми вносятся другие знаки зодиака. У него сейчас все как-то размеренно, спокойно, в его духе неторопливо жизнь движется, поэтому умиротворенность и спокойствие – это его основные качества, которые он миру и демонстрирует. Ведь вы его не пережимаете, вы не проявляете к нему упрямство, чтобы он тоже стал упрямым. Поэтому он умиротворен и спокоен и очень благостно смотрит на эту жизнь широко распахнутыми глазами. Глядя на маленького телца, родители иной раз могут столкнуться с мыслью, которая их навещает, что их ребенок как-то взрослее своего возраста выглядит эдаким мудрецом не по годам. И совершенно как бы не теряется во взрослых коллективах, если он вынужден там с кем-то находиться в компании, ведет себя совершенно адекватно, спокойно, размеренно, умиротворенный, как будто бы маленький старичок. Однако же, если нужно выступить публично, стишок там прочитать или песенку, телец может упереться и, стушевавшись, отказаться от подобных историй, хотя прекрасно знает и песенку, и стихи. Но публичное выступление, выпупыривание себя, для него это испытание века. Собственно, это он и пронесет и во взрослую жизнь в том числе. Выпячивать себя, заявлять о себе слишком громко, пытаясь выбиться на глаза, это не в духе тельца. К сожалению, что есть, то есть. Ребенок, телец, никогда не лезет в чужие дела и со своим уставом в чужие дома не ходит. Но и собственный мирок, он охраняет достаточно ответственно и не любит, когда туда влазят, тем более начинает командовать и требовать чего-то от тельца. Здесь у него, если это сделано в категорической форме, для него это как для быка красная тряпка. Что угодно он сделает, только сделает все наоборот. И нервных родителей может просто хватить удар, что их ребенок категорически не хочет делать того, чего они от него желают. Они визжат, они кричат, они заламывают руки родители, требуют, психуют, нервничают, а он на них смотрит равнодушным взглядом и делает ровно столько, сколько считает нужным в этом случае, чем выводит родителей до полного изнеможения и сказа. Из-за неимения аргументов вновь при помощи палочной системы пытаются воспитывать маленького тельца, который, конечно же, со временем поймет, что лучше, чем агретом быть палкой, сделать так, как хотят родители. Но в результате этого мероприятия вырастают достаточно жестокие и угрюмые люди, которые являются великой обузой потом для общества, для семьи, в которую они заведут. В общем, толку из этих людей никогда не получается. И напоминаю, что если телец жесток и угрюм, то корни надо искать в его детстве. Скорее всего, это жестокость родителей, которая в конце концов таким образом трансформировалась в характер взрослого человека. Так что, если вы хотите выпустить в жизнь адекватного тельца, то воспитывать его еще с детства надо только с точки зрения любви, уважения и понимания этого ребенка. Иначе все недоработки вырастут в монстра, который, собственно говоря, как Минотавр поглотит всех, кому он прикоснется. Ну, хорошо, сказали родители, палку в руки брать не будем, будем на него орать. Ну, так же оно быстрее же, наверное, уже будет понимание. Так я вам могу сказать, что сельцом и ор проходит с точки зрения воспитательной работы совершенно с точностью, да наоборот. Вы лучше поцелуйте его в щечку и попросите что-то сделать. Сказать, что вы его любите и цените, и вам просто нужна помощь. Поверьте мне, таким способом вы добьетесь гораздо большего, чем могли бы себе представить. И другие методы применять себе же дороже. Дело в том, что все, что ребенку кажется разумным и логичным, поскольку у него так работает мозг, для него выполнить совершенно не проблема. Поэтому задачу надо ставить однозначно правильно и пользоваться лаской, внешностью и обращением как к взрослому человеку. Так быстрее вы дообестигнете того, чего хотите от своего ребенка. А ваши эмоции, которые хлещут из вас и бесконтрольно сверкают, как молнии вокруг вас, ребенку непонятно. Поэтому при помощи истерик ничего с ним добиться категорически нельзя. Просто он замкнется, войдет в состояние упрямства, и вы можете солировать сколько угодно долго, вас уже никто не слышит и к вашему слову не прислушивается. Здесь нет ни здравого смысла, ни логики. Здесь одни эмоции. А эмоция – это не сфера тельца. И вы не представляете, насколько много нужно моментов учитывать, чтобы сделать маленького ребенка тельца счастливым. А ведь счастливые дети, они, как правило, во взрослой жизни очень адекватные, благополучные, ответственные, справедливые, щедрые душой люди. Для маленького тельца нет вообще никаких мелочей. Ему нравится красивая пижама, ему нравится теплое, уютное одеяло, ему нравится сказка, которую читают родители на ночь, это ежедневная традиция и прочее. Он на все обращает внимание, от всего получает удовольствие, и уют, и комфорт для него тоже совершенно не пустой звук. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, и ваш ребенок будет исключительно счастлив. У тельцов вообще универсальная натура, которая не только от пижамы и теплого одеяла приходит в удовольствие. Дело в том, что на тельцу невероятно еще действует и цвет, который их окружает. Поэтому их детская комната должна быть выполнена в голубых и розовых тонах, которые успокаивают психику тельца. А вот в атмосфере оранжевых и ярко-красных оттенков тельц всегда будет перевозбужден, будет достаточно нервным, и успокоение ему в такой детской найти будет достаточно сложно. Так что тут даже цвет имеет большое значение. Также маленький телец реагирует на звуки. Резкие, нервные, нервические звуки, даже голоса родителей, который выходит из себя и что-то там пытается ему доказать, действует на тельца как красный цвет, раздражающее. То есть они приходят в нервозность и диалога они получаются абсолютно. А тихие, размеренные, спокойные звуки они воспринимают как руководство к действию, как успокоение нервной системы, как в принципе способ понять, что от них хотят. Поэтому здесь вот даже повышенный тон или резкие звуки, которые окружают ребенка, могут его подоражить. Из-за вот этой многогранности натуры, в которой все, как говорится, важно, и цвет, и, так сказать, и звук, и комфорт, и уют, рекомендованы для того, чтобы ребенок был гармоничен и достучаться до его самых нежных черт характера. Родителям рекомендовано от тельца маленького отдавать в музыкальную школу, где бы он изучал игру на инструментах и вокал, который необыкновенным образом благостно влияет на мозговую деятельность тельца. И удивительным, кстати, образом вы обнаружите, что слух у вашего ребенка практически безупречный, а вокальные данные выше всяческих похвал, поскольку многие тельцы имеют прекрасный голос, достаточно низкого тембра, с таким бархатным отливом, поэтому могу сказать, что все это им дано природой, и вы не пальцем не ботыкаете, а опираетесь на природные достоинства этого знака, которые, как говорится, за спиной носить не нужно. Кажется, оно не стал человек певцом, однако же пение в некотором смысле правильно настраивает и мозги, ставит на нужное место. А потом же, опять же, досуг, который ребенок использует, использует для себя, обучаясь в музыкальной школе, они будут болтаться между небом и землей и воспитываться улицей, особенно если вам особо некогда его воспитывать. Кстати, если вы видите способности к музыке у вашего тельца, помните, пожалуйста, что эти способности не просто для развития многогранной личности этого ребенка. Со временем это может стать профессией, поэтому если тут явно прослеживается талант, оттачивайте его до совершенства и определяйте будущую профессию, связанную с музыкой. Но не только в музыке бывают талантливые тельцы. Венера, который покровительствует этому знаку, вообще располагает тельца как всем видам искусства. Многие из них прекрасно рисуют и в данном случае рисование тоже может стать основой будущей профессии, если ваш ребенок откровенно в этом деле талантлив. Так что оставляйте его без дополнительного творческого хобби не есть правильно и хорошо. Вы будете развивать однобокую личность, где логика и здравый смысл будут развиваться, а все, что называется творчеством для души и для сердца, будет в загоне. Так что я вам предложила варианты, а ребенок сам вам подскажет, чем он особенно талантлив. пение в музыке, в рисовании или еще в каком-нибудь хобби, которым он самозабвенно будет заниматься с самого детства. Вот так и будет развиваться ваш ребенок, спокойный, умиротворенный, обстоятельный. И в принципе, в школе особых проблем он для вас создавать не будет, поскольку его вот такое самоотверженное отношение ко всему, чем он занимается, будет проявляться и в отношении учебы. Скажем так, будет не последнего порядка ученик, который будет активно развиваться, делать домашние задания, в общем-то, вникать в те вопросы, которые ему рассказывают и обсуждают. Так что из сердца может выйти примерный ученик, со всеми вытекающими последствиями. Правда, могу сказать, что некоторые учителя и родители будут выходить из себя, уж слишком он какой-то умедлительный, слишком он уже какой-то такой весь консервативный. Хотелось бы больше огня, но огня здесь нет и быть не может. Это обстоятельный ученик, который не все хватает на лету, как иные. Но если он вник в ситуацию и понял материал, то поверьте мне, это уже надолго, на этот материал засядет у него в голове, поэтому на круг выходят ученики с хорошей базой знаний, которые необходимы. Если чего-то не понял сразу, то во время домашнего обучения, еще раз прочитав, утвердится в материале и уже там топором его не вырубишь, в отличие от тех скоропостижных, которые быстро хватают материал и так же быстро его забывают. Так что в неспешности и основательности тельца для обучения больше перспектив, чем у скоропостижных летунов, которые быстро хватают и быстро забывают. Поэтому, как правило, серьезные экзамены или серьезные проверки знаний для тельца не проблема, потому что эти знания у него присутствуют и часто закреплены хорошей подготовкой домашнего задания с прочтением даже дополнительной литературы. Так что в этом плане все должно быть замечательно, но не без усердия родителей. Чем больше вы будете его подхваливать, внушать ему мысль, что он молодец, тем успешнее будет продвигаться его деятельность. Что касается межличностных качеств, то телец, как правило, является вожаком в классе. Только в отличие от Овна, который лидирует, здесь телец доминирует. Все признают и уважают его обстоятельность, его правильность, его ответственность. И за счет собственных ресурсов и уважения, которые он вызывает у окружающих, он и утверждается в своих лидерских качествах. Поэтому в данном случае не напором, не нахлестом, не силовыми методами, а за счет собственных ресурсов и возможностей, которые нельзя не уважать. Вот какой у нас получился безупречный телец. Никаких хлопот родителям нет, конечно, дорогие мои друзья. Хлопот будет предостаточное количество, но причиной всех недоразумений между телецом и родителем будет прежде всего упрямство. Упрямство, которое является способом отстаивать собственное я или настаивать на том, что телец считает для себя важным и нужным, невзирая на авторитет родителей, которые из порток вылазят для того, чтобы, собственно говоря, склонить его на свою сторону. Упрямство – это ответ родителям, что они неправильно строят с ним взаимоотношения. Если он уперся, значит, вероятнее нужно попытаться логически все ему разъяснить, побеседовать с ним, спокойно, не поднимая голоса и пыли, пытаясь через логику и здравый смысл донести ту вещь, которая для вас необходима. Если вам удастся, телец с удовольствием примет вашу сторону. Но если вы будете бросаться делать кувырки и там всяко-разно устраивать истерики, боюсь, что, упершись и уйдя в астрал, в состоянии ступора, когда он не хочет никого слушать, там уже, как говорится, аргументы ваши ни к чему, потому что вас все равно не услышат, и что бы вы не вытворяли, упрямо будут делать по-своему. Поэтому и надо понимать, откуда берется упрямство. Упрямство – это зеркальное отражение ваших не очень правильных поступков. Зато от бесноватости некоторых знаков зодиака, которые разносят дома, все трощат, ломают, откручивают головы игрушкам и прочее устраивают историю, телец в этом плане вопси ничего не ломает, не портит мебель, не разрисовывает особо стены, скажем так, как вандализмом не занимается как таковым, не считая нужным это делать. Ему не любопытно, что находится внутри игрушки, что надо все разобрать по винтикам и болтикам. Его вполне устраивают его любимые забавы, которыми он спокойно сидит, занимается, копается, играется там со своими игрушками и вполне себя чувствует адекватно. Так что и в малом возрасте для дома он не особый-то и разрушитель. Ну а во взрослой жизни, если вы, собственно говоря, сохранили и сумели наладить взаимоотношения и не стали чуждой телецу еще в детстве, то он сохраняет семейные узы очень-очень надолго, не пренебрегает родней, всячески способствует ее финансовой части, если у него есть такие возможности, поддержит финансово и даже может сделать компаньоном в собственной фирме, например, семейный бизнес для телецов тоже не чувствуется совершенно. Поэтому сохранять с ним прекрасные взаимоотношения, если вам удалось, это, пожалуй, хорошее достижение в жизни и для вашего телца, и для вас в том числе. Он никогда не забудет про ваши дни рождения, которые вы можете забыть, а он всегда будет помнить, всегда что-нибудь подарит, поддержит. Так что в данном случае это очень приятное явление, иметь хорошо воспитанного ребенка-тельца, который уже вырос и платит вам той же монетой, которую вы давали ему в детстве, заботится о вас, относится к вам с любовью, нежностью и заботой. А дочь телец, если вы правильно с ней строили взаимоотношения и во взрослой жизни никогда не будет отвергать ваше присутствие в собственной жизни, для вас всегда будет самая чистая, самая уютная, самая замечательная комната выделена в ее доме, где вы можете гостить, и ее дом будет уютным, прекрасным. Она проявит все лучшие качества заботницы, нежной, думающей дочери и прекрасной матери, у которой будут свои дети, и вам за нее краснеть не придется. Это все результат выращенных в любви правильно сформированных телецов, которые всенепременно именно благородством, щедростью и красотой души украшают этот мир и никогда не стесняются любить семью, которая их вырастила в этой любви и заботе. А это их, так сказать, встречная отдача. Так что, если вам хватило горячности в вашей душе, в вашей нежности, в вашей доброты по отношению к ребенку-тельцу, из него вырастет очень благородный, очень щедрый, очень замечательный человек, человек, который вас никогда в беде не бросит, всегда вас поддержит и сделает вашу жизнь счастливой. Но если вы гонялись за ним с палкой и пытались его бесконечно строить по своему образу и подобию, то его жестокость и угрюмость прежде всего разрушит и вашу жизнь, дорогие мои не сложившиеся родители, поскольку эту угрюмость и злобность вы в нем вырастили самостоятельно, ломая его в детстве, заставляя его сопротивляться вашему насилию, вашему нелепому, нелепым попыткам сделать его, так сказать, очеловечить и прочее. А в результате это, можно сказать, следствие вашей топорной деятельности. Ну, вот такой был у нас экскурс к детству нашего тельца. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok